14-летний Иван да Ева, так зовут пара сурков в Самарском зоопарке, проспали всемирный день сурка. Грызуны-пенсионеры, по человеческим меркам, им уже больше 80 лет, так и не вышли сегодня из своего домика, чтобы народные эксперты могли предсказать, какой будет весна и когда она наступит. По легенде, если 2 февраля на улице солнце, то сурок увидит свою тень и испугается, метнется обратно в домик. Это означает, что весна будет поздней и зима продлится еще 6 недель. А если день пасмурный, то сурок не видит вокруг ничего подозрительного и спокойно покидает нору, свидетельствуя о раннем приходе весны. Самарский сурок Иван, рассказывает работник зоопарка, выходил из домика на Рождество Христова, но потом снова ушел в спячку. В этом году, что интересно, что, видимо, Иван, может уже как пожилой сурок, 3 недели назад он проснулся, вышел, добежал до угла, вернулся обратно и дальше ушел спать. Что у нас в зоопарке замечается впервые. Пробуждение сурка в январе говорит о том, что весна наступит в конце февраля. Однако специалисты Гидрометцентра России с народной приметой не согласны. По их расчетам, февраль будет нормальным зимним месяцем с морозом в 9 градусов и умеренными осадками. И в марте впереди, и в марте бывают снегопады, и в марте довольно холодный бывает. Календарная весна, да, начинается с апреля, а насколько она раньше или позже начнется, это посмотрим. Российские народные приметы на 2 февраля прямо противоположны тем, в которые верят за рубежом. Есть даже пословица, если на Ефиме в полдень солнце, к ранней весне, а если метель, всю масленицу мести будет. Так что посмотрим, какая примета будет правильнее. Сурки Иван и Ева в Самарском зоопарке за свои 14 лет потомством не обзавелись. Поэтому после них народная традиция в Самарской области 2 февраля определять, какой будет весна и когда она придет, скорее всего прервется. А ей в нашем регионе уже 30 лет. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События.